Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем анализировать поведение американского доллара. Индекс доллара снижается второй день подряд, но мы понимаем, что основные фундаментальные события — это то, что еще впереди, потому что ждем симпозиум Джексон Холли и ждем непосредственно выступления главы американского регулятора Джерома Паула. Ранее я уже делал акцент на то, что именно его речь определит то, что с долларом будет дальше, потому что он обязательно коснется перспектив американской монетарной политики и нам нужно получить больше конкретики относительно того, что будет с ключевой процентной ставкой. Мы постоянно делаем акцент на инструмент FedWatch Tool, который дает вроде бы как объективную картину рыночных настроений касательно ожидания того, что со ставкой будет до конца этого года. Вероятность повышения ставки в сентябре несколько повысилась за последние торговые сессии, но все равно остается практически в районе плинтуса. 15%, я думаю, что при такой вероятности, разумеется, ФРС не поднимет процентную ставку. До конца этого года вероятность повышения процентной ставки чуть выше 30%. Может быть, кто-то из вас полагал то, что сильные отчеты о прошлой неделе, в том числе и хорошая статистика по уроничным продажам, могла бы подстегнуть уверенность трейдеров в том, что еще одно повышение вполне вероятно. Но вы видите, по инструменту FedWatch Tool это не так. И я советую все-таки делать правильные выводы, если вы пытаетесь оценить поведение доллара на долгосрочную перспективу. У меня нет сомнений в том, что американская валюта перейдет к развитию медвежьей динамики. Просто нужно дождаться достаточного фундаментального триггера и катализатора. И хорошо, что в ближайшей торговой сессии таким триггером как раз будет выступление Паула. Он точно расставит все точки на D. Осталось только дождаться. Сегодня на повестке экономического календаря несколько выступлений представителей американского регулятора. 18.30 по GMC выступление Боумана, 19.30 речь Гулсби. Будут ли они обладать достаточным эффектом на динамику доллара? Я думаю, при всем уважении к ним нет, потому что рынок уже фокусируется на том, что скажет Паул, потому что нужна объективная оценка руководителя американского регулятора. А не то, что обсуждается в Куларах. По другим финансовым активам тоже ситуация особо не изменилась. Золото 1895 долларов за тройскую унцию. Здесь, кстати, нужно сделать акцент на то, что рыночный сентимент сейчас показывает распределение покупателей и продавцов 50 на 50. Но есть еще несколько индикаторов, за которыми мы также следили. Они указывают на то, что потенциал снижения золота все еще сохраняется. Во-первых, это рост доходности американских облигаций. Десятилетний трежий сейчас котируется на отметке 4.33%. Это максимум с 2008 года. Такие же рекордные показатели по двухлетним облигациям и облигациям с более долгим сроком погашения. Есть негативная динамика снижения спекулятивной позиции от CFTC, американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, как отчета. Есть продолжающийся выход капиталов из золотых ETF-фондов. Поэтому только лишь смены рыночного сентимента покажется недостаточно, чтобы отказаться от, наверное, осознания причин того, что у золота куча фундаментальных оснований сейчас для того, чтобы сохранить нисходящую динамику. Но в то же время сантимент изменился. Поэтому я советую тем из вас, кто все-таки агрессивно шортил, рисковал, сейчас уже задумываться о том, не достигло ли дно этот инструмент. И, может быть, сейчас уже возможно стоит фиксироваться и ждать уже более интересной точки входа для открытия длинных позиций. Подумайте над этим. Но мы видим то, что ситуация понемногу начинает уже меняться. Британская валюта. Прекрасное развитие восходящей динамики. Тем более, что фунт мы верили, и фунт без каких-либо колебаний оставался в траектории роста. Может быть, в какие-то торговые сессии именно волатильность была довольно вялой. Но в целом уже пара фунт-доллар претендует на тестирование сопротивления 1,28. И цель 1,30, которая ранее была поставлена, она уже не кажется такой прям невероятной. Почему растет фунт, я надеюсь, вы знаете ответ на этот вопрос. Потому что я много раз уже делал акцент на перспективу ужесточения британской монетарной политики. Интересный последний вопрос Reuters о том, что ключевая ставка в Англии может превысить 6%, если базовый индекс потребительских цен окажется выше 7%. Напомню, что сейчас базовая инфляция находится на уровне 6,9%. А учитывая, что буквально на прошлой неделе мы с вами говорили о значительном росте зарплатных плат, включая премии, скачок был в данном выражении 7,2% до 8,2%. У меня нет сомнений в том, что базовая инфляция легко может обновить локальные максимумы. Может быть, в ставку выше 6% я не верю, но то, что ее приблизит к 6% это вполне реально. Причем решение о повышении ставки на 50 байсных пунктов все еще актуально. Доллар иена 146 иен за один американский доллар по-прежнему рекомендую сохранять выжидательную позицию. Аналитики JP Morgan считают, что интервенции обязательно последуют, но только не раньше того момента, как пара протестирует сопротивление 150 иен за 1 доллар. Со своей стороны хочу отметить, что 150 иен за доллар это, конечно же, высоковатый уровень. И да, я не сомневаюсь, что после тестирования данной планки банк Японии вмешается. Но думаю, что лично я буду действовать раньше. И где-то в районе 148 уже начну задумываться о том, не стоит ли на опережение открыть короткую позицию, потому что мы прекрасно понимаем, что валютные интервенции могут оказаться, да и в принципе они всегда являются довольно внезапными. Если я сделаю это, то, соответственно, вам обязательно расскажу. Новозеландец против доллара 0,5936, короткую позицию по-прежнему сохраняем. Один из ключевых факторов давления на новозеландский доллар это ситуация с Китаем, где действительно много признаков сейчас замедления экономической активности. Я не говорю о том, что Китай катится в рецессию, нет. Просто темпы экономического роста не такие, как могли бы быть. И это негативно сказывается на спрос на сырьевые инструменты. Новой Зеландии это один из основных торговых партнеров Китая. Мы уже видим то, что статистика едет, показатели экспорта снижаются, растет дефицит торгового баланса. И добавим к этому еще и действия национального регулятора, резервный банк Новозеландии. Ранее уже занял выжидательную позицию и сказал, что ставка 5,5, это пиковая процентная ставка. Пока что условия такие, что лучше новозеландец поддержать именно в списке вот этих коротких сделок. Нефть 84,32 здесь тоже пока без изменений. На данный момент я не проявляю какой-либо торговой активности, потому что хочу увидеть какие-то признаки восстановления экономической активности в Китае. Вот если они будут, то хотя бы на что-то можно будет положиться, а не только лишь на ожидание роста дефицита под конец этого года. В ближайшие дни интересной статистики по Китаю не будет, но на следующей неделе она уже появится. Поэтому давайте подождем. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!